до временного правительства, вот такая безумная практика продолжалась у нас, к сожалению. Но по поводу таксы на треба, на служение, на все, на все, этого не было. Это было строго заборонено, это было запрещено. И те священники, что нарушали подобное, они подвергались наказаниям церковным. Но, к сожалению, уже в наше время, во время Второй мировой войны, практику ввели продажи таинств за деньги, обрядов, традиций, вот эти такси ознаменитые. Крещение, столько-то отпевание, столько-то и прочее, прочее. Ввели это во время Второй мировой войны, в 43-44 годах, как временное явление на период войны, но ничто так не постоянное, как временное. Вот, и до сих пор это так оно и есть. Сталина уже давно нет, а вот его детище осталось в церкви, к сожалению, до сих пор. Вот, и вообще по канонам церкви православной это строго запрещено. Даже намекать на примерную сумму вознаграждения за какое-либо таинство, обряд, это против канонов православной церкви. То есть, то, что сегодня совершается в русской православной церкви и в некоторых других православных церквях на территории бывшего союза, это антиканонично, это грех против не только Божьего Слова, но и самих же канонов православных вселенских поместных соборов, святых отцов. Вот так вот, так что, значит, ну и здесь в этом вопросе нужна реформация, действительно. Хорошо, друзья, пусть Бог благословит всех вас во имя Господня, благоставляю, пусть Бог свой шалом, свой мир пошлет в наши сердца, в наши дома, в наши семьи. Во имя Иисуса Христа благоставляю Божьим святым благословением. Из четвертой книги Моисеевы, из чисел шестой главы, слова, которые Бог повелел говорить на сынов Израиля. И сегодня через веру в Иисуса Христа мы наследники великих благословений Библии, великих Божьих благословений. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И пусть благодать Господу нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа пребудет со всеми нами. Аминь. Благоставляю всех вас, братья и сестры, завтра и послезавтра, также в 17.00 по киевскому времени, 18 по московскому, я буду подключаться здесь на этом канале, если технически все будет получаться. Но, надеюсь, уже будет получаться, потому что уже научился делать, будем так говорить, освоил алгоритм весь этот, изучил как бы, значит, и уже знаю как бы, как включаться, как выключаться. Так вот, и, значит, а также, если в воскресенье будете в Киеве, то приходите на служение. Жду вас, и, а если нет, то тогда уже в записи посмотрите. Пусть Бог благословит вас во имя Иисуса Христа. Слава Иисусу Христу, навеки слава Богу Святому. Аминь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя.